Фидерный монтаж Есть монтажи, которые больше пользуются спросом в любительской рыбалке в силу их простоты и универсальности. И есть монтажи, на которые спортсмены ловят на соревнованиях, но несомненно у этих монтажей также есть плюсы в обычных рыбалках. Мастер-классы по вязанию наших монтажей вы можете посмотреть по ссылкам. А сейчас я расскажу о преимуществах того или иного монтажа. Начнем с того, что в основном в средней полосе России, в основных регионах рыбу ловят на петлевые оснастки. Почему на петлевые оснастки? Петлевые оснастки запрещены на соревнованиях, но разрешены на любительских рыбалках. Они крайне уловисты, их очень просто связать, на них клюют практически все виды белых рыб. Одна из самых распространенных оснасток это паттерностер или петля гарнер. Петлю гарнера можно связать на рыбалке за 15-20 секунд. Можно вязать его из основной лески, если мы ловим на монофильную леску. На него клюют практически все виды белых рыб. Есть у него, конечно, минусы, но в основном это одни плюсы. На петлю гарнера очень хорошо ловить некрупную рыбу. В основном это, конечно, белая рыба, такая как чебак, карась, лещ. Особенно она неплохо себя проявляет при ловле на течении, хотя хороша и в стоячих водой. Все-таки основное преимущество петли гарнера это ее простота. Дальше за петлей гарнера идет такой вид петлевой оснастки, как асимметричная или несимметричная петля. Она чуть посложнее вяжется, но имеет небольшое преимущество перед петлей гарнера. В основном это преимущество сказывается при ловле на течении. Ее преимущество в том, что она имеет более свободный ход лески при поклевке. Демонстрация наглядная поклевки рыбы, то есть петля асимметричная, в зависимости от длины самой петли, имеет свободный ход от 15 до 25 см. Так же, как и петля гарнера, она подразумевает возможность самоподсечки рыбы при резком рывке. Поэтому петлевые оснастки также имеют право на существование при ловле карпа. Следующий вариант фидерного монтажа, это спортивный вариант фидерного монтажа, такой как ранинг фидер. Ранинг фидер отличается также достаточно высокой простотой, хотя на первый взгляд может вам показаться, что вяжется он немножко сложно. Существует две основные разновидности ранинг фидера, когда он связан напрямую с кормушкой и когда он связан с отводом под кормушку. Вот у меня заготовлен отвод. Если мы наш карабин поменяем на отвод, мы получим кормушку, висящую на отводе. Такой вариант сохраняет небольшие свойства данные петлевым оснасткам, а именно возможность свободного хода за счет не свободного хода через кольцо, а за счет вот этого рычага, который дает нам отвод под кормушку. В чем основные преимущества спортивной оснастки? Спортивные оснастки разрешены на официальных соревнованиях по фидеру, именно потому что они безопасны для рыбы. В случае, если происходит отстрел или обрыв такого монтажа, рыба может спокойно избавиться от кормушки, просто стащив основную леску сквозь карабин. В этом монтаже есть небольшой минус. У него отсутствует возможность самоподсечки рыбы. Но если мы добавим вот сюда вот стопор, небольшой поплавочный, мы сохраним возможность самоподсечки при резком рывке рыбы. Но правда, такой монтаж уже нельзя будет использовать на соревнованиях. Есть сферы в любительских рыбалках, где спортивные монтажи себя показывают намного даже лучше, чем петлевые оснастки. Основная, конечно, такая сфера, это ловля либо в глубоком илу, либо ловля в траве, когда кормушка глубоко проваливается. В этом случае отвод под кормушку, а мы его сделать можем любой длины, свободно проваливается выл, сверху остается наш поводок и спокойно разглядываются рыбы. Рыба их видит, рыба на них реагирует, берет. Если оснастка провалилась, если кормушка даже глубоко провалилась в выл, имеется возможность, что при помощи отвода мы увидим леску нашу с насадкой наверх дна. Сегодня я с вами разговаривал об основных видах фидерных монтажей. Каждый рыболов, несомненно, выберет для себя любимый. Здесь нужно экспериментировать, пробовать, ловить рыбу в тех или иных условиях. Это был мастер-класс от мужской компании. С вами был Леонид Ашмарин. До встречи на рыбалках. Пока. Субтитры подогнал «Симон»